В этом влоге я расскажу вам, где пропадал после Аликанты и какие у меня планы на дальнейшее выступление. Как получить спонсорство с международным брендом. Расскажу вам о своем недавнем опыте подписания контракта с MyProtein. Backstage, фото и видеосъемок в Москве. Встреча и обсуждение коллабораций с самыми популярными фитнес-проектами. Мой поход к доктору, импровизации. Все это и не только в сегодняшнем влоге. Субтитры сделал DimaTorzok Первое, что мне нужно было сделать в Москве, это попасть на плановую проверку носа. После операционного, где-то месяц назад, не где-то, а точно ровно месяц, мне сделали операцию. Для тех, кто не знает, в инстаграме я много об этом писал. Я сделал операцию по исправлению перегородки искривленной. Ну и вместе с этим сделали еще и пластические корректировки, скажем так. В юношеском возрасте мне два раза ломали нос. Из-за стремления всегда бороться за справедливость ввязывался в какие-то уличные драки. После этого перегородка заваливалась с годами. Дыхание усложнялось. И вот в свои 35 лет я решил раз и навсегда решить этот вопрос. Нашел специалиста очень хорошего. Специально прилетел в Москву. И здесь он выровнял перегородку, выровнял переносицу у меня. Горба теперь вот здесь вот нет, если вам видно. Единственное, что пока хрящик еще заваливается. Ну, говорят, что хрящи выравниваются какое-то время, может полгода, год. По памяти вся хрящевая ткань, все эти фасции хрящевые ведет туда, куда их раньше вели кости. То есть кости уже выровняли вот так вот ровно. А хрящ все равно пока ведет сюда. Ну, вот сейчас вот приехал на плановый осмотр к доктору. Посмотрим, что он скажет. Попрошу какую-нибудь сестричку поснимать прямо с кабинета. Друзья, в общем, пока я еду в такси, расскажу вам все-таки, что со мной было после Аликанте. И какие вообще у меня дальнейшие выступательные планы. После Аликанте я решил сделать БКТ. Почиститься, отдохнуть. Созрела семья, полететь на отдых. Я отвез детей и жену на отдых. Вернулся. И потом, вот, пришло время той самой операции, о которой я вам уже говорил, на носу. И после нее я тоже не мог некоторое время тренироваться. Две-три недели я вообще к железу не притрагивался. Поэтому получился такой провальчик у меня. Где-то в целом месяца два. Ну, очень давно, скажем так, в моей жизни такого длительного перерыва не было. Но, тем не менее, он произошел. И сейчас вот недавно, где-то недельки две назад, как я начал снова новую подготовку. Подготовка не к какому-то конкретному турниру, а просто я буду развиваться, делать форму. И по мере того, как я буду видеть, что есть уже что-то, что можно вести на какой-то турнир. Я посмотрю просто в календарь, что есть в американском IFBB. Какой-то такой же любительский турнир в какой-нибудь Испании, Италии. В Америку лететь слишком дорого, чтобы выступать там. Скорее всего, какой-то оплот IFBB PRO в Европе. Вот. И еще немаловажный аспект на этой подготовке мне будет помогать Андрей Скоромный. Как американцы говорят, будет моим гуру, тренером. Пусть мы тренируемся с ним вместе не очень часто, но, тем не менее, он постоянно со мной на связи, постоянно мне там подсказывает по любому вопросу. Так что я думаю, что, заручившись его поддержкой, я просто обязан буду не ударить в грязь лицом и сделать что-то более вменяемое уже. Все. Такая история по планам, по происходящему. Приехал в гости к BodyMoney. Сейчас будем писать новости для их канала. Поехали. Покажу вам изнутри. Бэкстейдж самого большого канала. Можно? Лёва подъехал. Надо не кремом дать, а нормально плакать. Так давай не стесняйся, покажи свой атлетизм. Ты серьезно? Эстетика BodyMoney. Пик, пик, пик. Я на самом деле вот буду понтоваться, Лёва. Давай, 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 расскажи что-нибудь. Да, короче, я такой начался ЧП по футболу, я загорелся тем, что хочу научиться набивать на ноги. Гениальная идея делать это в комнате рядом с таким человечеством техники. В смысле? Ни один под аппарат, я бы страдал. Прошу заметить, стена славы BodyMoney. Кепка спортфаза. Спортфаза, отлично. Фотография с первых съемок. С самой первой съемки вот только вот мы пришли, 2013 год. Ну и ты смотри, какой еще стройник. Первая лифия. После. Лучшая трансформация BodyMoney. Как-то так, да. Мы не будем показывать лицо девушки, девушка сделала на попе татуировку BodyMoney. Офигеть. Давай мы попросим твоих подписчиков, куда-нибудь в комментариях написали, за что вы не любите BodyMoney. Мы каждый комментарий почитаем и будем исправляться. Да, да, да. А то раньше у тебя было мало возможности почитать свои комментарии и справиться. Просто наше отличие BodyMoney от спортфазы, то есть мы люди за кадром, которые как бы смотрят за трендами и пытаются попадать в эти тренды. Больше за цифрами следите, да. Ну как бы да. А у Лёхи ситуация то, что Лёха лицо канала, он не может лажать. Игорь Войтенко и Игорь Блуд провели совместную тренировку. Времени не теряю, сразу приехал потренироваться и сегодня я тренируюсь в Gold's Gym. Давно меня уже звали ребята из этой сети. Этот зал может похвастаться наградами. По сети они выигрывали много Gold's Gym-овских трофеев. Это вот за 2005 год. Вот такие вот приколюхи, классные. Короче, Gold's Gym, метро Динамо. Тренируемся. Я тебя снимаю, а ты меня нет. Я вообще без ничего сейчас. Да, я рад, что ты здесь. Black Star Burger. Ты что будешь? Кушаем бургеры с Андрюхой. Андрюха знает, как растить массу. Вот знаешь, связки как будто вот какие-то тугие. Попалось все так, что мы с тобой ничего конкретно сейчас замысить не можем. Черт. До 30 лет? Ну хорошо, после 30. После 30? Сколько мне сейчас, Лёх? Я вновь, это мой возраст. Сколько? Мне 30 лет. Ёпта. Лёха, вставь это в стартовую нарезку. Это наше. Лёха выкладывал пост. Посмотрите, в какой линейке я стоял, и оцените примерно мое занятое место. Я думаю, что плюс-минус, может быть буквально на 1-2 позиции выше, но выше вот примерно то место, примерно, которое вот он стоял. Но при этом в твоем последнем калауте, ты сам, наверное, видел, там был один чувак, у него вот кондиции вот примерно как у меня сейчас. Вот тут четенький такой, серьезно, меня маслом намазать, я даже получше буду смотреться. Пошли. Все время своего пребывания в Москве я постоянно разгуливаю с баклажкой от MyProtein двухлитровой. Тем самым удивляю прохожих. Ну, на самом деле, я пью БЦА постоянно, чтобы, не дай бог, не допустить не зайти в зону катаболизма. Подпиваю, поддерживаю постоянно положительный белковый баланс у себя. Как Рич завещал, как-то я взял такую привычку, чтобы постоянно поддерживать положительный баланс синтеза белка. Так что рекомендую. ВСА от MyProtein. Пу-пу-пу. Третий день в Москве и третий день в другой зал. Сегодня я в Крокус фитнес-холле с маэстро Дмитрием. Кто-то думал? У нас все на есть, да, как обычно. В общем, тренируемся мы с Димой и настолько по кайфу заходит тренировка, что я даже забыл, что нужно что-то снимать. Тоже мне блогер. Как недавно сказал Уилл Смит, если ты не снял свою тренировку, считай, что не потренировался. Так что надо снимать. У него титул. У Уилла Смита? Да, у Уилла Смита. Сколько титул? Мне кажется, он 3-4. Не надо его. Скажите, пожалуйста, а кто у вас здесь тренируется самый звездный? Самый звездный? Да. Имина Говаров. Имина Говаров. Еще Самедов, футболист. И еще Нюша. Там еще Джошуа. Энтони Джошуа. Ну, он только на постере. Дим, куда мы сейчас поедем? Мы поедем на квест. Ну, к нам домой заедем. Съедим что-нибудь из... Здесь еще и нибая. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я только что поучаствовал в квесте, квесте ужасов, в общем, жуть страшная, невероятная, москвичи, кто любит острые ощущения, приезжайте, не пожалеете. Главным поводом моей поездки в Москву были съемки для MyProtein. За два дня мы успели отснять пять роликов, три о спортивном питании и два тренировочных видео, которые мы снимали в новом крутом зале Ломов. Очень скоро эти видео выйдут на канале MyProteinRussia, поэтому кому интересно, ссылка на этот канал в описании под этим видео. Самый главный заветный вопрос, Леха, вот у тебя контракт с MyProtein, ты подписал, расскажи, как ты на них вышел, как получить спонсора. Отвечаю, на самом деле на MyProtein я не выходил, я не писал, я не искал, не делал никаких рассылок. Вы просто должны заниматься развитием своих соцсетей, развитием своего какого-то образа, своей формы, в общем, своего посыла, контента. И когда вы станете достаточно интересным для аудитории широкой, к вам пойдут люди, тогда спонсоры сами начнут вам писать. И на самом деле здесь не только моя история и мой опыт, все, что я слышу от других ребят, которые вот варятся в нашей фитнес-индустрии так называемой, практически ко всем спонсоры компании приходят сами. Я не знаю, стуканье в двери каких-то там компаний и пытаться убедить их в том, что вот вы крутой, вы молодец, что вы перспективный, что вы там займете когда-то что-то, какие-то турниры или даже уже заняли, но вообще не занимаетесь своей раскруткой. Как это не грустно, современность такова, что медали, титулы и реальные какие-то спортивные достижения не первостепенны для спонсоров. Продолжение следует...